МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас начался пост, мы приготовили постный борщ. Индегриенты те же самые, только здесь нет ни масла, никаких жиров. Здесь картошка, капуста, ну, как полагается. Анна Бондарева кормит воспитанников Ставропольской духовной семинарии уже больше семи лет. Готовить разнообразные постные блюда для женщины уже привычное дело. К этому процессу, говорит, нужен особый подход. Вот вы знаете, ну как, постная постному рознь. Но вот знаете, если человек затоит постное, оно невкусное. А когда с душой готовишь, оно очень вкусное. Великий пост – главный в христианстве период воздержания. В это время верующие переходят на более аскетичный образ жизни. Особое внимание уделяется приему пищи. Для обычного человека это, конечно, переход очень сложный. Надо это постепенно, как говорится, переходить. Но очень много значит, наверное, молитва. И мы готовим тоже с молитвой. Перед тем, как начинать готовить, всегда произносим молитву. Ну, мы привыкли, как говорится, помолимся и начинаем готовить. А вот главные пищевые правила поста. Не рекомендуется в этот период есть мясо, яйца и молочные продукты. А также кондитерские изделия с добавлением сливочного масла. Рыбу во время Великого поста можно есть всего трижды. На праздник Благовещения, в Лазарево субботу и в Вербное воскресенье. Вот так выглядит полноценный постный обед. Борщ без мяса, тушеная капуста, хлеб, сухари и компот. Как говорят повара, главное приготовить все это с душой. И тогда будет особенно вкусно. Великий пост для верующих – это не только ограничение в еде. Чтобы очиститься духовно, люди уделяют больше внимания добродетелям. Забота и любовь к ближнему, отказ от вредных привычек. И особенно важно для верующего человека – молиться. Пост телесный без молитвы, он опасен. Он может прийти и привести человека к гордыне. И пост духовный, то есть молитва без телесного воздержания, также опасна для человека, потому что она пустая. Поэтому все взаимодействует между собой. Поэтому здесь все необходимо соединять. И не надо разделять этого. Не надо говорить, что вот, не важно то, что вы едите. Нет, важно все. Когда мы воздерживаем свой желудок, мы воздерживаем свой ум, свою душу. И поэтому здесь очень плотная связь между умом и желудком. К слову, беременным и кормящим женщинам, детям до 7 лет, пожилым и больным людям строгости в пище ни к чему. Воздержаться от поста рекомендуется также и пациентам с коронавирусной инфекцией. Им необходимо набираться сил и получать полноценный рацион питания. А вообще, поститься или нет, выбор каждого. Даже священнослужители говорят, готовиться к завершающему постпразднику Пасхи не значит голодать в ущерб здоровью. Но если все-таки решили испытать себя, знайте, питаться разнообразно можно даже в эти 40 дней. Виктория Шкальна, Ярослав Пересыпкин, Ставропольское телевидение. В коллекции Даниала Хаджиева около полутора тысяч полотен, мастеров живописи и собраний это с годами только пополняется. Десятки лет балкарский меценат сохраняет для потомков бесценное художественное наследие, материально поддерживает творческих людей. Великое дело делает Даниал, собирая эти картины, во-первых, помогая художникам, а во-вторых, оставляя вот это все для истории, для народа, для того, чтобы потомки потом изучали историю своего народа именно по картинам, именно тех людей, которые жили в то или иное время. Здесь кругом память, здесь кругом история, здесь кругом лица, которые помнят эту историю, и через их лица передается нам их чаяние, надежды. И потому очень интересно. Именно благодаря таким людям сегодня культура, искусство живет и процветает. Из коллекции Даниала Хаджиева на выставке около 70 полотен именитых мастеров. Валерия Курданова, Сулеймана Будаева, Маткирия Нахаева, Светлана Азаматова и Бориса Гуданаева, Александра Полякова, Аслана Уинаева и Леона Ахматова. Их всех объединяет одна болезненная для балкарского народа тема – депортация. Присутствовать на открытии выставки Даниалу не позволило здоровья. С почетными гостями он пообщался по видеосвязи. Но в зале собрались родные и близкие коллекционеры. Он вложил сюда не только это, труд, средства, он душу вложил в это дело. И это очень приятно. И он никогда ни по размерам, ни по краскам не выбирал. Он выбирал человека, автора. И если он нравился, он его из небытия вытаскивал и делал имя. Реставрацию картин делали. Некоторые картины художника из сараев вытаскал. Он это все забирал, восстанавливал, реставрировал. И вот получилось то, что получилось. Дети приходят. Самое приятное – это дети. Со школы приходят. И они работают. И они соревнуются, когда их вывешивают. А он там делает тоже выставки, вот так же это, в Тернаузе. Выставка картины из коллекции Даниала Хаджиева в Национальном музее продлится до конца месяца. Посетить ее может каждый. Ася Тенова, Залям Узденов. Новости дня. Новости дня. Язык, на котором мы общаемся, постоянно меняется и эволюционирует. В нем постепенно появляются слова, значения которых мы зачастую не понимаем. Безусловно, различные взаимствования помогают нам называть вещи, для которых в русском языке просто нет имен. Но, может быть, они мешают общаться между собой поколениями. А, может быть, русский язык уже не такой уж и русский. Давайте разбираться со специалистами. В общем, вчера так за агротроллем видел такого вообще просто адского. Вольник был? На школе тролли сидим по-любому. Это старый сюжет наших коллег по цеху из Челябинска, который в свое время вызвал широкий общественный резонанс. Почти 10 лет назад молодые люди уже использовали необычные слова, значение которых для некоторых остается загадкой по сей день. Вопрос использования модных слов, заимствованных слов, это вопрос престижности, звучности. А, с другой стороны, некоторые слова, заимствованные, они отражают общий языковой процесс. Есть такой языковой закон, закон экономии речевых усилий. Меньшим количеством слов передать большее количество информации. Таким образом, сказать или написать слово дедлайн получается проще и быстрее, чем предельный срок. Каршеринг и прокат автомобилей – то же самое. Но дело не только в упрощении. Сленговые англицизмы, оказывается, звучат, внимание, престижнее. Это явление так удивительно, что не остается без внимания лингвистов и филологов. Харасмент – тоже нашумевшее слово. Естественно, есть синоним у нас насилия в русском языке, но почему-то пестрит язык СМИ, газетный язык, именно словами харасмент или буллинг вместо травля. Я думаю, это вот большей частью это связано с осознанием престижности. Еще одно явление в трансформации языка – это феминитивы. В последние годы можно услышать женские вариации различных профессий, которые обычно звучат в мужском роде. Они дополнились различными суффиксами и стали, по сути, новыми словами. Сразу после революции, когда активное раскрепощение женщины шло и вовлечение ее в общественную жизнь, и тогда говорили об авторках и поэтках. Это тоже больше не языковая потребность, а тоже внеязыковой фактор. Это желание определенной группы людей, феминисток, закрепить свои права в языке. В неравнодушной культуре речи авторы пишут сборники и даже словари новых неизвестных выражений. Эльвира Петровна любезно согласилась нам показать несколько словарей модных слов. И я хотел бы вас спросить вообще, кем и для кого они собираются, такие словари? Вот те словари модных слов, которые я держу в руках, собраны профессором Московского государственного университета Владимиром Новиковым. Это словари для интеллектуальных гурманов. Они даже составлены не так, как обычная словарная статья. Это такое маленькое эссе, маленькая зарисовочка о слове. Новомодными словами в подавляющем большинстве пользуется молодежь. И абсолютно очевидно, что берутся они из социальных сетей, ведь кринж, краж, лук и хайп в классической литературе не встречаются. Тем не менее, носителя современного языка назвать нечитающим нельзя. Заимствованные слова, они не ограничивают ментальность народа, а напротив, позволяют осуществиться ее расширению. Таким образом, с одной стороны, тот словарный запас, предположим, которым владеем мы с вами, и не владеет ребенок, и напротив, тот словарный запас, которым владеет ребенок, и не владеем мы. Кто развитей? Получается, что расширение слов и понятий в русском языке – процесс необратимый, и сопротивляться ему не нужно. Куда полезнее будет напротив – расширять свой словарный запас и в равной степени уметь пользоваться новыми и привычными нам выражениями. А узнали много нового о современном русском языке Ярослав Лапин и Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Перед воплощением далеко идущих планов – теория. Сейчас такие встречи параллельно проходят в различных регионах России. Конечная цель – проведение мастер-классов. Обучение как коммерческое, так и на общественных началах. Научить желающих поведению перед разделочной доской и способом разнообразить привычное меню – задача минимум. В перспективе подготовка квалифицированных кадров. Развитие нашей гастрономической культуры в каждом регионе, в целом, взятие в российских масштабах. Мы сами, еще раз говорю, до конца себе не верим, точнее, может быть, не понимаем, насколько нам повезло всем, поскольку у нас многонациональная страна. У нас приезжаешь на север Калкаса, получаешь одну кухню. У нас едешь в Якутию, получаешь вторую кухню. На Сахалин третья кухня. И пошло-поехало. В Сибирь приедет человек с Сахалина. Амбассадор Сахалина, он покажет свою сахалинскую кухню, покажет сахалинский продукт. И вот так мы будем двигать. Бесо поедет, по моим пока планам, он поедет в Иркутск, на Байкал, показывать кабардино-балкарскую кухню там, в Иркутске. Мне было бы, думаю, интересно привезти сюда тоже, что-то вот оттуда, может быть, уральскую кухню, к примеру, там есть аутентичная уральская кухня. Ребята, вот с АУКа привезти кого-то из них, потому что вам это было бы, я думаю, интересно. В Кабардино-балкарии на текущий год уже разработан план мероприятий. Кулинарная и гастрономическая грамотность теперь не просто соседство слов в одном предложении, а целое направление, которое необходимо развивать, считают кураторы. Популяризировать профессию повара-шеф-повара, именно развить гастрономию в регионе, гастротуризм в регионе. Мы хотим здесь открыть свои школы, которые в дальнейшем помогут решить проблему с кадрами в регионе. У нас проблемы везде, повара не хватает, официантов нет, барменов нет. Да, мы хотим проводить мастер-классы бесплатно на базе аграрного университета и торгово-технологического колледжа. Также мы хотим посещать детские дома с мастер-классами как благотворительная акция. То есть студент у нас важен. Мы хотим с раннего возраста привить ребенка к профессии повара. Подобная встреча двухдневная впервые проходит в Нальчике. Дальше амбассадора отправятся в Махачкалу, Грозный и Владикавказ. Амина Ворокова, Эльдар Габоев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова